Приветствую вас, и, к сожалению, о истинных мотивах нашего мужчины мы можем только догадываться, потому что мы этого человека не знаем. Мы не знаем, что им движется, какой у него характер, какие у него предпочтения, ценности и так далее. Вы практически ничего о нем не рассказываете, кроме каких-то отдельных эпизодов из даже не его жизни, а из того, что связано с вами обоими. Тем не менее, основываясь на той информации, которую вы предоставили, думаю, каждый эксперт, именно в силу широты интерпретации, сделает свой вывод и даст свои заключения. Я дам, соответственно, свои, и, по моему мнению, ваш мужчина хочет, любит, чтобы все было так, как вот ему представляется верно и правильно. То есть, когда он контролирует ситуацию, когда вы находитесь в неведении, для него это нормально. Для него это в порядке вещей. Вот вы, например, записку получили, да? Ну, как я понял, вы не знали, чья записка и пошли как бы вслепую. Ну, то есть, конечно, вы догадывались, кто подкинул ее, но, тем не менее, вы все-таки пребывали в неком таком неведении того, что вас ждет. И мужчине это мне понравилось, что вы находитесь в полной его власти, вы, как бы, зависите от него целиком и полностью, а он занимает доминирующее, лидирующее положение, когда все от него зависит. Но, когда вы делаете то же самое, человеку уже не нравится, потому что ситуацию он не контролирует. И это означает, что у вас отношения неравноправные, а такие, как мужчина, стремится к доминированию. Мужчина стремится к тому, чтобы было все по его и к подчинению вас. Это же самое, доказывает, подтверждает тот факт, что он стал инициатором вашего отставания. Вы пишите, что у вас слишком много общего. То есть, вы пишите, что у вас было много общего, да, но при этом он сказал, давай на сайте. Это значит, что ему что-то не понравилось, и он принял решение, давал с собой. Не посоветовавшись с вами и не предпочитая решать проблемы, которые могут быть в любых отношениях. То есть, это человек достаточно гордый, достаточно авторитарный, возможно, с ярко выразенной, лидирующей позиции. И вы пишите, что делать в такой ситуации? Ну, вообще говоря, мужчину вы своего поменяете вряд ли. Он такой, вот какой он есть. Либо вы его принимаете таким, как он есть, и полностью отдаетесь на его взгляды, на его попечение, да. И перестаете как-то бороться за первенство, за равенство в этих отношениях. Все равно он, скорее всего, с этим не согласен. Если вы считаете, что вам будет так комфортно, если вы думаете, что вам будет так приятно, в этом случае нужно, можно и нужно сделать таким образом все. Но если вас не устраивает, что мужчина ведет себя вот так, то тогда принимать его поведение не стоит. И взаимодействовать с ним, принимать его знаки внимания на том уровне, который он для вас приготовил, так же не стоит. Потому что если вас это не устраивает, мужчина не поменяется, то вы, соответственно, просто тратите свое время в пустую. Тратите свое время в пустую в том плане, что все равно из этих отношений ничего хорошего для вас, в случае, если вам не нравится, не получится. Просто в силу разностей характеров, в разности целей, идеалов, истреблений. И вот это нужно понять. Если делать, решать в зависимости от ваших интересов. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!